Добрый день, будьте добры, вот пусть меня Бог простит, ну по-другому крутится у меня вот это, вот получается из-за того несчастного яблока, которое было, весь народ грешный, ведь Бог как бы все прощает, помогает, и тут вдруг, вот из-за этого одного яблока, все мы грешные, все мы плохие, что-то за яблоко такое, что ему жалко того яблока было, Господи, прости. Дякую, мальчиковое питание. Крик души людской. Спасибо за вопрос. Дело не в яблоке, совершенно не в яблоке, то есть это не значит, что там оно было какое-то ядовитое, или какой-то там химический состав был. Даже не значит, что это было яблоко. Да, даже не написано, что это было яблоко, плод, и все. Смысл происходящего был в другом, не в этом яблоке или не в этом плоде, а смысл в непослушании. То есть тогда, когда человек решил не послушаться Бога, то в этот момент человек проявил свободную волю. Он стал определять, что хорошо и что плохо. Он сам стал решать. Сатана сказал, когда вы вкусите, вы будете как боги, знающие добро и зло. И в чем это как боги? В том, что вы будете отныне, если вы послушаетесь, не послушаетесь Бога, то вы с этого момента будете сами решать, что хорошо и что плохо. Вот это буду делать, вот это не буду. Тут я решил, что вот это я буду, а тут я не буду. Тут правильно, тут неправильно. Мы стали судить. А написано, един законодатель и судья, могущий спасать души и погубить. То есть до вот этого плода, до непослушания, человек был с Богом одно. Он жил душою и духом одним с Богом. Они были едины. И было счастье, была радость. Был рай на земле и в душе, и в сердце человека. И Бог общался с человеком в прохладе дня. А после того, когда человек решил не послушаться Бога, он проявил свою собственную волю, самость, свое эго, свою позицию, свое мнение. Я так считаю, я так думаю, а я не согласен. И с этого момента, вот именно с того грехопадения, все люди такие стали. И сейчас все люди на планете, они имеют свое собственное мнение на все. Что, невзирая на мнение Бога, невзирая... Один-единственный сын человеческий, когда пришел на эту землю, он говорил, написано. Он подчинил свою волю Богу. Написано 1 Иоанна 5,30 или Иоанна 5,30, что я не ищу моей воли, а ищу волю пославшего меня Отца. И ничего не говорю сам от себя, а как слышу, как говорит Отец, так и творю. То есть единственный человек, который не жил своей волей на земле, это был Иисус. А все остальные живут своей волей, своим познанием добра и зла, своей позиции. И в этом есть бунт против Бога, а в конечном счете против самого себя. Поэтому все человеки в смерти, потому что живут своей волей.